Модернизация завода строительных конструкций, обновление инфраструктуры морского порта, строительство современной автозаправочной станции и первые итоги опережающего северного завоза. Об этом шла речь на рабочей встрече главы региона Александра Цибульского с генеральным директором Нинецкой нефтяной компании. Фарид Вердиев доложил губернатору о том, что уже удалось реализовать и о планах на ближайшую перспективу. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Большие убытки и финансовая нестабильность. Еще в недавнем прошлом эти словосочетания характеризовали деятельность Нинецкой нефтяной компании. Финансовая отчетность показывала скорее отрицательное значение, чем положительное. Откровенно говоря, компания утратила свой статус и как полноценная коммерческая компания, и как институт развития округа, которым она традиционно являлась. Когда мы с вами говорили, что вы должны эту ситуацию переломить. Переломить и вывести компанию на позитивный вектор развития удалось. Об этом в своем докладе рассказал генеральный директор ННК Фарид Вердиев. Так, например, в сравнении с первым полугодием 2018-го за шесть месяцев текущего года выручка выросла более чем в два раза. Мы заморозили некоторые виды работ, которые планировали проводить по модернизации поток, поскольку проверяем и актуализируем их актуальность и необходимость в данный момент. Более того, мы провели кадровые мероприятия, которые позволили нам соктимизировать фонд оплаты труда на 15 миллионов рублей, чуть меньше. За счет управления? Да. Мы достигли договоренности о продлении аренды оборудования по капитальному ремонту скважин и выручили дополнительные 9,1 миллиона рублей. Также мы провели работу с покупателями песка на нашем месторождении и увеличили цену вдвое, что дано, опять же, дополнительные 19,5 миллионов рублей. Большую часть доклада руководитель Ненецкой нефтяной компании посвятил планам по развитию основных предприятий региона. Так речь шла о модернизации морского торгового порта. Фарид Вердиев обратился к губернатору региона с просьбой оказать содействие в получении на эти нужды федеральных средств. По словам директора нефтяной компании, обновление морского торгового порта крайне необходимо, ведь объем обслуженных грузов в этом году вырос до 51 тысячи тонн. Это почти в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это, конечно, очень хорошие цифры, но оборудование, которым владеет наш порт, оно сильно усталело не только морально, но и физически. Слава Богу, у нас прекрасный коллектив, которые в порту работают высокие профессионалы, справляются с этим объемом. Но мы, как акционер, ведем работу по обновлению парка. Сейчас мы приобретаем для порта весы, которые позволят замерять машины с навалочным грузом, а также новые современные погрузки. На мою поддержку можете рассчитывать, и вы знаете, что я этому проекту уделяю большое внимание. Более того, как раз сам хотел вам сказать, что кроме таких локальных модернизаций, связанных с покупкой нового оборудования, конечно, наш порт требует более и более серьезного подхода. Уже те причальные стенки, которые сегодня функционируют, в общем, уже могут быть списаны. Нам надо срочно заниматься строительством нового порта, тем более, что у нас явно есть тенденция на увеличение хозяйственной деятельности внутри субъекта. Отсчитался Фарид Вердиев и о ходе северного завоза. Так, по речному направлению осталось доставить топливо в Кую и Макарова. Сложности в этих населенных пунктах возникли из-за высокого уровня воды. В целом же поставка угля, дров и дизельного топлива идет с опережением. К 30 сентября у нас срок контракта, но мы ориентируемся и надеемся закончить к 30 августа с опережением. А по морскому направлению у нас осталась только каратайка. И впервые в этом году Амдерма была обеспечена топливом полностью в июле. Раньше это никогда не происходило. Также в ходе встречи руководитель ННК отчитался о ходе строительства школы в Индиге и пригласил губернатора на торжественную передачу дорожно-строительной техники, которую компания закупила для нужд Нарьинмар-Доримстроя. Кроме того, Фарид Вердиев подтвердил намерение и дальше поддерживать социально незащищенные слои населения и участвовать в социально-культурной жизни округа. Алина Ваучейская, Леонид Шишлов, Телеканал Север.